Музыка Ежегодные соревнования на кубок муниципального образования Лобинский район по рафкингу в памяти Александра Сапона прошли на городских котлованах. В этом году участие приняли 10 команд из Лобинска и Лобинского района. Это 60 спортсменов, среди которых и воспитанники тренеров спортивной школы единоборств Андрея Шабардина, Андрея Басова, Андрея Томилова и Инны Сасиной. Открыли соревнования почетные гости. Начальник управления физической культуры и спорта Владимир Чистяков, начальник управления образования Александр Захарин, а также вдова Александра Сапона Татьяна Сапон. Эти соревнования посвящены Александру Сапону, который вел активный образ жизни, который своим примером пропагандировал развитие спорта. Очень был увлечен разным туризмом. И один из видов это был рафтинг. Он всегда организовал мероприятия по рафтингу очень серьезные. Мы выезжали и на Большую Лобу, и на Малую, и на Зеленчук. И эти соревнования у нас уже проходят четвертый год. И с каждым годом популярность их растет. То есть на данный момент, в том году было 8 команд, в этом году их уже 10. И популярность растет. Кроме того, еще могу сказать, что мы сейчас пока единственные в крае, кто проводит детские соревнования по рафтингу. Хотелось бы очень поблагодарить руководство, организаторов этого соревнования за их твердость, намерения, которые они поставили для себя, развивать этот вид спорта дальше в Лобинском районе. Наша команда участвует в таких мероприятиях. Не первый раз участвует много в краевых мероприятиях. Это команда нашего преподавателя Гришина Владимира Валерьевича. Ребята уже с опытом. И даже участвовали в этом году в чемпионате России, который проводился в районе поселка Никитина. Три, два, один, старт! Соревнования проходили в четырех дисциплинах. Квалификация, параллельный спринт, слалом, длинная гонка. В общекомандном зачете места распределились следующим образом. У юниоров первое место команда «Каладж» из станицы Каладжинская. Второе место – «Дети гор» Лобинск. Третье место – «Сютур» город Лобинск. У юниорок первое место команда «Каладж» из станицы Каладжинская. Второе место – «Кикимары» из поселка Красный. Третье место – команда «Высота-271» из Лобинска. Главный судья соревнований – тренер спортивной школы «Единоборств» по спортивному туризму Андрей Владимирович Томилов. Волейболисты спортшколы игровых видов спорта – гордость Лобинского района. Победители и призеры краевых соревнований, многочисленных чемпионатов, высоких результатов добиваются все возрастные группы. Тренировки по волейболу проводятся круглый год, но летом занятия проходят еще и на специальных сезонных площадках с песком. Пляжный волейбол – это самостоятельный вид спорта, который лобинские спортсмены освоили с успехом. На первенстве края среди мальчиков 2005-2006 годов рождения наши волейболисты стали третьими. Волейбольное отделение у нас работает круглый год. Как вы сами видите, уважаемые телезрители и болельщики волейбола, мы зимой в зале, летом на площадках стараемся проводить тренировки. На данный момент в пляжный волейбол сейчас идет тренировка и два мальчика, которые только что вернулись с первенства края, стали третьими, получили медали, привезли кубок. Кроме этого, сейчас в настоящий момент на сборах находятся еще три наших воспитанника нашего отделения. Это тренер Александр Германов. Они готовятся к первенству Южного федерального округа. Это Кузьмин, Швецов и Колесников Влад. Первенство пройдет в городе Майкопе, с 26 числа начнется. И они входят в сборную команду Краснодарского края по пляжному волейболу. Для Захара Дубровина первенство, проходившее в Анапе, стало первым крупным состязанием по пляжному волейболу. Хотя в классическом наша команда – чемпион края. Играть на рыхлом анавском песке было нелегко. Но Захар мечтает попасть в сборную Кубани, поэтому готов к любым сложностям. Тем более юному спортсмену есть на кого равняться. Его дядя Дмитрий Кириченко – либера команды «Урал». Играет в суперлиге. А в молодые годы был призером молодежки мира по волейболу и чемпионом Европы. Он большой для меня пример. Я хочу играть, как он. Но для этого нужно тренироваться и добиваться результатов. Пляжный волейбол, он отличается от классического, потому что там играют только два человека. И каждый из них защищает свою зону. Еще он отличается тем, что там нельзя делать разные движения, которые в пляжке запрещены. Мы в сфере играли на краевых соревнованиях и стали призерами. Мы проиграли только одной команде, команде Новопокровской. С ними было очень сложно играть, потому что они очень много занимаются. Напарник Захара Федор Сабаев занимается волейболом уже шесть лет. Сейчас спортсмену 12. Говорит, обыграть большинство команд на краевом чемпионате не составило труда. Секрет успеха в постоянных тренировках. У нас шесть тренировок в неделю. Бывало сначала сложно, но уже привыкли. Иногда тренер ругается, но это из-за того, что ошибаемся. А если не ошибаться, все будет хорошо. Победы юных лобинских волейболистов – это результаты ежедневных занятий, направленных на достижение наивысшего результата. И, конечно, успешной работы тренеров – Александра Германова и Евгения Иванкина, которые искренне радуются и гордятся успехами каждого своего воспитанника. В ближайшие соревнования у нас сейчас будут проходить всероссийский турнир в городе Геленджике. Выступать будут три возраста. Младший возраст – 2005-2006 года рождения. Средний возраст – 2003-2004 года рождения. И старший. Но старшие мальчишки уже будут выступать в составе сборной Краснодарского края. Идет подготовка сейчас к финалу «Спартакеады» первенства России, который будет проходить в городе Витязево. Наших мальчишек из состава – 6 человек из 12 лобинских ребят. Это Кузьмин Данила, Шерстобоев Александр, Вышников Михаил, Мухин Евгений, это Водыжев Дамир, это Гребенюк Леонид и в расширенный список еще попали Таланов Александр и у нас Донец-Руслан. Второй этап всекубанского турнира по уличному баскетболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края в Лобинском районе проходил 9, 12 и 13 июня на спортивных площадках спорткомплекса «Олимп». Команды, занявшие первые и вторые места в каждой возрастной категории, приняли участие в третьем зональном этапе 19 и 20 июня в городе Армавире, где играли с командами Мостовского, Успенского, Курганинского, Новокубанского районов и города Армавира. Путевку в финал получили победители третьего этапа. Из шести команд, вышедших на краевой этап, четыре – Лобинские. Это команды «Пума» – девушки 2001-2002 годов рождения Дарья Ельцова, Виктория и Вероника Пирогова. Команда «Пума» – юноши 2001-2002 годов рождения Никита Слипченко, Данил Паранин, Никита Колесников, Николай Бобрыш. Команда «Олимп» – девушки 2003-2004 годов рождения Анна Дорофеева, Дарья и Софья Черновы. А также команда «Богатыри» – мальчики 2005-2006 годов рождения Дмитрий Кидовский, Евгений Сергеенко, Егор Бабичев и Артем Фисун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова